МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» в студии Евгения Даровская. Здравствуйте! Смотрите в выпуске. Ограниченные возможности. Вы знаете, для нас, конечно, предлагают это такие специальности, которые не очень востребованы. Какую помощь получит регион на реабилитацию инвалидов? Четверть века Барнаульская епархия отмечает юбилейную дату. Предварительные результаты. Как сдали школьники края единые госэкзамены в этом году? В МВД России опровергли слухи о возбуждении уголовного дела и заключении под домашний арест бывшего начальника Главного управления Министерства внутренних дел по Алтайскому краю Олега Тарубарова. Как пишет Крыминформ, ссылаясь на руководителя пресс-службы ведомства Ольгу Кондрашову, цитата, генерал-лейтенант полиции Олег Тарубаров освобожден от ранее занимаемой должности министра внутренних дел республики. Он сейчас находится в Крыму, является пенсионером органов внутренних дел России. Конец цитаты. Фура с гуманитарной помощью от Алтайского края прибыла в Иркутскую область. Сегодня в городе Тулун машину разгрузили. Жители Барнаула и Бийска собрали порядка 25 кубов вещей. Пострадавшим от сильнейшего паводка передали теплую одежду, обувь, посуду, продукты длительного хранения, крупы, подсолнечное масло, кофе, воду. Сейчас жители Иркутской области не могут позволить себе купить даже такие элементарные вещи. 34 тысячи человек остались без крова. Кстати, волонтеры объявляют о новом сборе помощи. Он также проходит в Вийске и Барнауле. Вещи можно приносить до 19 июля по адресам Ползунова, 26 Ленина, 41. Это адреса Барнаульские. На реабилитацию инвалидов в следующем году Алтайский край получит 70 миллионов рублей. Об этом заявил глава региона Виктор Томенко на Координационном совете по делам инвалидов. На встрече шла речь о мерах поддержки и трудоустройстве людей с ограниченными возможностями. С подробностями Валентина Аскерова. Почти 200 тысяч человек в крае официально инвалиды. Трудоустроены далеко не все, пока лишь 10 тысяч. Власти региона совместно с Министерством соцзащиты поставили цель увеличить эту цифру вдвое. Отчасти число занятых умножает ресурсный центр, который открылся недавно в Барнауле. Всего за полгода работы сотрудники центра дали уже свыше 5000 консультаций. Специалисты рассказали главе региона о работе учреждения. Гражданин, придя сюда, он сразу может посмотреть все вакансии. И в том числе и разместить резюме на интерактивном портале. Мы, как модераторы этих порталов, обеспечиваем наличие этих вакансий, чтобы они были актуальны, официальны, достоверны. Правда, как отмечает председатель Краевого общества инвалидов Татьяна Сафронова, далеко не все хотят работать, так как мотивация порой отсутствует. И очень сложно инвалидам, не всем, конечно, но многим, работать 8 часов и найти работу для души. Вы знаете, для нас, конечно, предлагают это такие специальности, которые не очень востребованы. А ведь инвалидам так же, как обычным людям, хочется иметь достойную зарплату и возможность карьерного роста. Так что мотивационная составляющая проекта по поддержке инвалидов требует доработки. В этом были едины все участники встречи. А что касается финансовой поддержки, то на следующий год она будет значительной. Краевые власти выделят 5 миллионов рублей на содействие занятости и развитие доступной среды для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, в 2020 году на их реабилитацию будет направлено 70 миллионов рублей федеральных средств. Елена Кузовкина, Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком. А вот жительница Вейска уже год не встает с кровати. Злокачественная опухоль поразила спинной мозг, и ребенку сложно даже шевелить ногами. Девочка отчаянно борется за жизнь, но лекарства, которые прописали врачи, не подходят. Альтернатива есть, но приобретать препараты нужно за свой счет, а денег в семье практически нет. Левая ручка работает, не красивая. Книги Ирине подносит и открывает мама. Для прикованной к постели 15-летней девочки чтение, как глоток свежего воздуха. Новая книга почти каждый день. Например, даже самому Му. Тут гене мне нравится. Ира обездвижена уже год. Тогда боли в спине врачи сочли за невралгию, начали лечить, после чего и отказали ноги. Позже выяснилось, что так на процедуру отреагировал рак спинного мозга. Это очень редкий случай. То есть ребенок, а опухоль взрослая. А сколько сантиметров? Была где-то 9. Удалить всю, конечно, не удалось, потому что она глубоко расположена. Удалили. Но потом на таблетках у нас было 5, уменьшилось. Убивать опухоль дальше сложнее. Местный и бесплатный препарат организм девочки отвергает. Альтернатива – зарубежная химиотерапия. Но в крае ее нет. И семье предлагают покупать ее за свой счет. В общей сложности 171 тысяча. Вот у меня договор там на руках есть. Это на один курс. Вот из-за чего и проблемы. То есть я с провизорами тут разговаривала. Потому что Москва там не говорит, что вам должны предоставить препарат в вашем регионе. Ну, не знаю. Здесь вопрос стоит, да, его не покупают. Не закупают, потому что он дорогостоящий. Пока женщина ждет ответа от Минздрава, время уходит. А дочери нужно пройти несколько химиотерапий подряд. И это минимум миллион рублей. Ну, лечусь и верю просто, что вылечусь. Верит и семья, потому что эффект от первых процедур уже есть. Девочка начинает чувствовать ноги. А значит, останавливать лечение нельзя. Родители Иры просят неравнодушных жителей помочь их дочери вернуться в обычную жизнь. Анастасия Драган, Александр Антропов. День с толком. 25-летие со дня возрождения Барнаульской епархии отмечают сегодня верующие. Праздничные мероприятия начались в ночь на 12 июля в Дмитриевском храме, где митрополит Барнаульский Алтайский Сергий совершил богослужение. Сотни верующих смогли поклониться светлому образу чудотворной иконы Казанской Божьей Матери. Далее мероприятие продолжилось с Божественной Литургией под открытым небом на площади Свободы и Крестным ходом. Датой возрождения епархии считается 1994 год. Тогда Священный Синод принял решение об образовании Барнаульской епархии и выделении ее из Новосибирской. За 25 лет создана система религиозного образования, развернута активная миссионерская деятельность, работает комиссия по вопросам семьи и защиты материнства и детства. Кто знает, может быть, она и помогла нашим выпускникам. 47 школьников сдали единые госэкзамены на «Отлично!» В крае озвучили предварительные результаты сдачи ЕГЭ. Уже очевидно, что средний балл по обязательным предметам стал ниже, сложнее, чем год назад. Школьникам дались тесты по базовой математике, русскому, обществознанию и литературе. Вместе с тем выпускники показали более высокие результаты по истории, химии, профильной математике, информатике и иностранным языкам. Больше положительных оценок получили в этот раз ученики из сельских школ. Причем одна школьница из Волчихинского района получила высший балл сразу по двум предметам. Обайдарочник Кирилл Липунов дважды выиграл чемпионат страны. Старты завершились в Москве на канале «Крылатская». Кирилл вместе с экипажем из четырех спортсменов оказался быстрее всех на дистанциях 500 и 1000 метров. Помимо двух золотых медалей, Липунов выиграл еще серебряную и бронзовую награды. Это уже экипаж «Двойка». По итогам этого чемпионата будет сформирована команда сборной России, которая выступит на ближайшем чемпионате мира в Венгрии. Ну что ж, через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». У меня к этому часу все новости и итоги дня подведем вместе в вечернем эфире. Субтитры создавал DimaTorzok